И всем доброе утро, дорогие подписчики канала Амбрилла Тейчин Корпорейдед, на связи сегодня с вами ваш усатый Альберт Вескер. Это наша рыба, это наш потолёк, а это снова означает наше очередное изучение мира из сабноптики под её прекрасную музычку, аромалампу и по посиделкам на фоне прекрасных фотографий. У нас сегодня пингвинчик, картошка с Робин, картошка обыкновенная, а также Сэм и брошенный её доктор. Ну, в общем, вы узнаете, ребят. Формально вы уже, многие кто из вас догадался, что я это записываю, наверное, во второй раз, потому что я случайно удалил первое идеально записанное видео. Но всё бывает, как говорится, да? Как говорит котик, держись и будем держаться. Сегодня мы ещё раз, я зачитаю, ещё раз зачитаю журнал сообщений, мы сегодня изучим персонал Альтеры и записи Саманты. Начнём, давайте сначала с персонажа, с персонала Альтеры. Итак, кто же у нас будет сегодня? Начнём с Алексис Риддл. Алексис Риддл. Она же независимый следователь деятельности трансгосударства, подчиняется штабу Альтера. Финь Фам. Младший научный сотрудник биохимии, подчиняется доктору Даниэле Валенти. Текущий проект анализы бактерий хора. Личность И2А504C5N1. Стандартный, стандартный такой никчёмышный человечек. Ну реально он никчёмышный, но обычный биолог, даже меньше, чем биолог, я бы сказал. Джермия Мургл. Вот этот прям наста... Формальный указатель, наверное, называть Мергле. Ну ладно. Джермия Мургл. Техник подчиняется Эммануэлю Дажердену. Текущий проект техобслуживания башни связи. Личность И1А103C4N4. Стандартный номер. Доктор Даниэла Валентайн. Ну Валенти здесь написано, наверное, это Валентайн правильно. Доктор Даниэла Валентайн. Ну как Джилл Валентайн. Доктор Даниэла Валенти. Ведущий учёный отдел биохимии. Подчиняется Эммануэле Дажердену. Текущий проект анализа бактерий хора. Личность И3А302C5N1. Парван Иванов. Он же русский охранник. Видите, даже пузо его выдает, что он из России. Видимо, Россия всё-таки выжила. Несмотря на войну корпораций. Итак, Парван Иванов. Специалист по безопасности. Подчиняется Эммануэле Дажердену. Текущий проект охрана участка раскопок гигантского левиафана. Предыдущий проект охрана шахты. Личность И3А302C3N1. Фред Лашанс. Ой, что у него с шеей? Будет как у жирафа. Ой, да уж. Фред Лашанс. IT-техник. Информационный техник. Курьер и специалист по техническому обслуживанию. Подчиняется Эммануэле Дажердену. Текущий проект разные. Личность И5А505C3N3. И Эммануэль Дажерден. Пормально здесь Дажерденс. Как кофе какой-то такой. Ну ладно, так или иначе. Эммануэль Дажерден. Сотрудник отдела кадров и коммуникаций. Подчиняется штабу Альтера. Личность И5А401C1N1. Вот такой местный персонал Альтеры. Ну а теперь давайте же изучим Сэмманту. Ооо. Это пингвинокрыльчик. Ооо, какой красавец. Зарисовки пингвинокрыла шпиона Сэм. Спасибо за все, Фред. Сэмманта. Это так. Извещение о смерти. Уважаемая гражданка Робин Айо. От имени Зетты Лэндон. Руководителя секции робототехники 4546B. И Индри Кормак. Президента трансгосударства Альтера. С прискором сообщаю вам о смерти Саманты Айо. Она погибла на планете 4546B. К сожалению, в результате травм, полученных вследствие ее собственной небрежности. Что-то мы выяснили вполне осознанно и правда. Позвольте принести вам глубочайшие соболезнования в связи с утратой сестры. Хотя детальные сведения на данный момент недоступны, с вами свяжутся с Департаментом страхования и возмещения касательно ваших обязанностей как ближайшего родственника в отношении возмещения убытков и юридических сборов. Если у вас есть возбросы, вы можете заполнить форму штрих-код Y7YSSSU49U2K и ваш вопрос будет обработан в порядке очереди. С уважением, Эммануэль Дежерден, представитель по связи с общественностью 4546B трансгосударства Альтерра. Нет пути назад. Я не знала, что Дани, когда мы боремся с Дани. Зада сказала она бы держать, и не было. Лил практически попросил меня, чтобы дать это. Это полностью beyond the scope of your work. Вы должны остановиться до того, чтобы вы заполнили свою стадию с компанией. Я не хочу стадию с трансгородства, чтобы сделать это. Робин пытался сообщить мне. Может, она была права, и Альтерра действительно не успешна. Может, я deserve better than this. Мы все делали. Я сцеплясь с антибиотериалом. Я знаю моего биохаме отлично внести до этого. Я стасшил сома в один из пенглин research caves, саду-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу-соу. Это было бы не очень-пот. Теперь я просто у меня есть у меня. Я просто у меня есть у меня. Фокус. Бы brave. Ворю о том, что происходит с этим. После этого, когда-то не будет. Они будут знать, что это было бы. Если они отправятся домой, когда они отправятся домой, где они не 20 ф. д. Я могу получить мой аггибан. Мы можем поделиться в бланке. Поехали с Робином. Они всегда будут. Besides, I think she'll respect this. И тогда... Maybe I'll start my own research outfit with an awesome team. I'd love to work on prosthetics again. Help people find peace and ease in their bodies. No more cold. No more spying. Nothing that can be misused. All right. Now is my time. I've got this. To be able to see the text. But I'll just read it. I'll just read it. Я должна нейтрализовать бактерию сама. Я немного нервничаю. Ладно. Я в ужасе. Но эта штука. Это смертный приговор. Нам не следует с ней играться. Я не биолог. Знаю. Как и все остальные здесь. Я не разговаривал с Дани с тех пор, как мы поругались. За это сказала, что разберется. И не разобралась. Лил практически умолял меня брось эту затею. Это совершенно точно не в твоих объемах работы. Остановись, пока я не поставил под угрозу свои отношения с компанией. Ну или по крайней мере с корпорацией Амбрелла, которая скоро выкупит всю гробную Альтеру. Но мне не нужны хорошие отношения с трансгосударством или с Амбреллой, а способным на такое. Робин пытался меня предупредить. Возможно, она была права и Альтера неисправима. Возможно, я заслужил лучшего. Возможно, все мы заслужили. Я синтезировал антибактериальный агент. Горкий смех. Мои знания биохимии оказались достаточными хотя бы для этого. Я спрятал его в узком лазе около Левиафана. Это, пожалуй, было проще всего. Ага, около Левиафана. На другом конце карты около Левиафана. Прямо вот очень близко. Прямо по соседству. Подумаешь, надо было бы пробежать всего лишь несколько гребных километров, найти эту дыру, засунуть туда пингвина крыло и еще умудриться его не сварить там в гребной воде. И при этом, чтобы тебя не сожрал какой-нибудь сталкер. Ох, проще всего. Проще было бы оставить прямо вот наверху над головой Левиафана. Это было бы проще. Теперь я просто буду придерживаться плана. Соберись, будь храбрый. Волнуйся о том, что будет дальше после того, как угроза будет нейтрализована. Они узнают, что это была я. Если они отправят меня домой, точнее, когда они отправят меня домой, где лед не 6 метров толщиной, я снова заберу свою булочку Огги. Это картошка. Я буду обнимать ее, накрываться теплым красивым одеялом, отношение с Робин наладится. Не впервые. Я думаю, она проникнется уважением к тому, что я сделаю. А затем, может, я начну ответственное исследовательское предприятие и с замечательной командой. Я бы с радостью снова занялась протезами, помогать людям найти покой и принимать своими телами больше никого. Извиняюсь, народ. Мне звонят. Секунду. Извиняюсь. Отвлекли. Ненавижу, когда кто-то звонит прямо на телефон во время записи. Это прямо бесит. Стоите-ка. Ладно, еще раз. Ну, вот здесь мы остановились. Если они отправят меня домой, точнее, когда они отправят меня домой, где лед на 6 метров толщиной, я снова заберу свою булочку Оги, буду обнимать ее, накрывшись теплым красивым одеялом, отношение с Робин наладится. Мне не впервые, да и думаю, она проникнется уважением к тому, что я сделаю. А затем, может, я начну собственное исследовательское предприятие с замечательной командой. Я бы с радостью снова занялась протезами, помогать людям найти покой и примириться со своими телами. Больше никакого холода, никакого шпионажа, ничего, что можно использовать во вред. Эх, ладно, мне пора, я справлюсь. Сожалею о вашей сестре. Вот, кстати, у нас из списка персонала нет двух людей. Зетты и Лилиэн. Причем я находил их таблички, но они не сканировались почему-то. Но это ладно. Лилиэн. Я хотел бы поздравить мою конкурсу о вашей сестре. Я почувствовал сам, лучше, до конца, до конца, до конца, до конца, до конца, до конца. Я хотел бы поздравить мою конкурсу о вашей сестре. Я хотел бы поздравить, что эта информация была выделена. Ты может быть в лучшем положении, чтобы посмотреть на вещи, чем я. Если вы сможете, то Делта-стейшн был нашим ХК. Они были в большом急, чтобы уйти, и... Там может быть информация, которая была найдена. Она имеет большую радио-тауэр. Немножко пропустить. Я надеюсь, что вы найдете ответы, которые вы найдете. Лилиэн Бенч. Лилии вместе на авампусте 0. Она часто и с теплотой говорила о вас. Я думаю, вам следует знать, что Альтера, и мне это не по нутру, возложил вину за смерть Сэм на нее, собственную небрежность. Что, кстати, все это правильно сделали. Но она просто не знала, в чем была небрежность. Саманту Айю, которую я знала, можно назвать по-разному. Добрый, умный, погруженный в работу, но никак не небрежный. Я хотел бы предложить вам что-то более существенное, но мой доступ к информации закрыт. Быть может, вы в лучшем положении, чем я, чтобы разобраться в этом деле. Если это так, то станция Дельта была нашим штабом. Они уходили в большой спешке. И там все еще можно найти какую-нибудь информацию. Там есть большая радиовышка. Ее невозможно пропустить. Желаю вам найти искомые ответы. Лилиэн Бенч. Ну, давай, Сэм. Робин, думай что? Я готовлюсь! Я готовлюсь! Я готовлюсь! Продолжение следует... Робин, угадай, я получила работу, я отправилась на 4546B, теперь я смогу модернизировать механизированных пернатых амфибий в реальной обстановке. Слушай, я знаю твои отношения к Альтере, но я надеюсь, ты хотя бы порадуешься за сестренку, я уж точно порадовался бы за тебя. Жду не дождусь нашего следующего разговора. Ой, хотел тебя кое о чем попросить. Ты присмотришь за Оги, пока меня нет? Мне нужен кто-то, кому я могу доверить заботу о моей малышке-картошке. Хм, картошка. Слушай, я пытался, но это имя ей не подходит. Она моя окстрабин... Окстрабитинка, окстрабитинка. Оставь крахмально-карнеплодные клички при себе. Черт, ну уж ей захотелось от такой фразы. Как бы то ни было, сестренка, заранее спасибо, если согласишься. Люблю тебя. Второе сообщение, Сэм. Какое шикарное фото. И ну, с спи-пенглинг. Мы определяем здесь отбора омениваться к любому животному. Черт, смотрите? Фото. И... Я думаю, что-то я когда-тоther видела. Я знаю, как я не просто себе нужно видеть, А песня, на настояне-мно- credible-отваром. Но... А что-то, ты знаешь, что-то... Давайте я уже не увидел это... Но... Да, это-то не так же, наверное. Но... А я известно, что Xenoworkс может быть страpped в течение работы. По-моему, они все равно работают с зеной. Я знаю, что нет способа гарантировать, что стартап Алиэн-интеллигентный стартап будет успевать, но ты очень много в этом. Я надеюсь, что они найдут возможность продолжать. Я знаю, как это значит тебе, работать в небольшом месте, где ты имеешь контроль о твоих исследованиях. Хорошо, я должен идти. Пока, беби-сис. Люблю тебя! В глухой космофон. Интересно, кстати, что за правила в этой игре. Вот, очень похоже, только разговаривать еще сложнее. Вот, очень похоже, только разговаривать еще сложнее. Итак, посмотрим. Я получила твое последнее сообщение. Альтера меня не альтероризирует. Альтероризирует. Как ты выразилась. Все идет замечательно. У моего проекта новое имя. Скажем пока механизированным пернатым амфибиам. Мы изучаем ботов, мы обучаем ботов подражать этим существам. Глянь фотографии, какой красавчик. Огромный пингвин-накрыл по сравнению с мелким пингвин-накрылым. Да, прямо идеальный подражатель. Ой, да уж. Да. И мне кажется, я кое с кем встречаюсь. Знаю, это не похоже на меня просто взять и найти пару. Особенно на практически необитаемой водяной планете. Вот, парочка наша. Но... А вообще, знаешь, что забудь? Я... Что я говорила? Да, это, скорее всего, даже не по-настоящему. Ну, не важно. Жаль, слышать, что у Ксенопрокс туго с прибылью. Хотя, они, кажется, все еще занимают тебя ксеноработой. Знаю, нет никаких гарантий, что стартапы изучения инопланетного разума будет успешным. Но... Ты столько вложил в это дело. Надеюсь, они найдут способ остаться на плаву. Ну, да, значит, они найдут способ остаться на плаву. Я знаю, насколько это важно для тебя. Работать в небольшом месте, где ты полностью руководишь своими исследованиями. Ладно, мне пора идти. До скорого, сестренка. Люблю тебя. Третье сообщение Саманты. Субтитры сделал DimaTorzok Как-то glad you can't answer, so you can't, you know, rub it in my face. Go ahead, bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job. My safety. Um, I heard about Xenoworks getting bought. I'm sorry. But at least you still have your job. Guess you're one of us now. Like it or not, Welcome to the Altera family. I should probably go before I say something I regret. Love you. Keep your chin up. Eye on the alien prize. Да уж. Привет, Рубин. Я получил твоё фото, окей. Большое спасибо, что позаботилась о нём. Хоть он и капризная карто... Эй, я к крючке, правда, подходит. Капризная картошка. Я знаю, что с ним могло быть нелегко, но я очень ценю это. Я немного беспокоюсь о своём втором ребёночке. Миссии. Один из моих пингвинокрылов нашёл что-то... Что-то большое. Но, Альтер, как всегда, со своим здесь не на что смотреть. Честно, я отчасти рад, что ты не можешь ответить по этому. Поэтому ты не сможешь. Ну, знаешь, ткнуть меня носом. Забегая вперёд, я рад тому факту, что ты была немного права насчёт них. На кону мой проект, моя работа, моя безопасность. Я, кстати, слышал о покупке Xenobox. Мне очень жаль. Но, по крайней мере, у тебя есть работа. Думаю, теперь ты одна из нас. Нравится тебе это или нет? Добро пожаловать в семью Альтер, которая скоро будет уничтожена и поглощена. Амбреда тысяч корпорейтед. Наверное, мне лучше уйти, прежде чем я скажу что-то, чем о том пожалею. Люблю тебя, не вешай нос, сострадоточься на инопланетянах. Сообщение номер четыре. Привет, Робин. Эх, мне жаль, что моё последнее сообщение было таким ужасным. У меня был сильный стресс. Не уверена, что вообще происходит. И говорить об этом тоже не могу. А, и я определённо ни с кем точно не встречаюсь на этой водной планете. Не знаю даже, о чём я только думала. Я уже говорила тебе, как здесь холодно. Вот, я не успеваю даже днести бальзам на волос, до того, как ветер замораживает увлажняющий лосьон на моих волосах. А, извините, такая личная ремарка от меня. Почему ты делаешь это на улице, а не в помещении? Намазала бы, сделала бы прическу, вышла бы, и холодный ветер бы заморозил её и сохранил во льдах. Идеальная прическа. Безумно, правда? Ладно, неважно. Я уверен, что ты злишься на меня после моих слов, но мне правда нужен друг. Ты моя сестра, и я люблю тебя. Прости меня. И последнее предсмертное сообщение Саманты. Hey, Robin? I really need someone to know. I'm afraid something terrible is gonna happen. You were completely right about Alterra, okay? You were right. I was wrong. The cat should be called Potato. I admit it. Sorry. Bad attempt at a joke. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гадкий, опасный, но конечно же выгодный Что если она вырвется на свободу? Пока мы будем с ней возиться Или того, хуже станет биооружие не в тех руках Я надеюсь, что преувеличу, но я так не думаю Не важно, ответь мне, пожалуйста Мне правда нужен товарищ Ты моя сестра? Я люблю тебя Это было последнее сообщение покойной Саманты Айю Ну а в следующей части И, наверное, последней по заметкам Сабнаптики У нас будут новости Записи И записи, и сборники А также журналы Меркурия 2 Ну а на сегодня Мы заканчиваем Надеюсь, что вам понравилось Сегодняшнее это доброе и прекрасное утречко Всем до скорой встречи, ребят Увидимся в новых наших изучениях По Сабновтике Всем до скорой встречи И всем пока И да пребудет с вами картошка Слушайте, какой огромный кот Реально огромный Я хочу его себе И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok